артикли. Теперь более детально рассмотрим артикль the. Дословно смысл его означает that, тот. Если мы говорим слово тот, это мы имеем в виду какой-то определенный, конкретный предмет. Через кресло от вас сидит ваша мама, которая спокойненько решает скамворд, и у нее в руках карандаш, который вам нужен. И вы говорите, мам, дай карандаш, а? Please give me the pencil. Почему в этом случае мы скажем the pencil? Я знаю, о каком карандаше я говорю, да, маминам? И мама знает, о каком карандаше я говорю. То есть, когда вы, что само собой разумеющийся, и человек, который вас слушает, вы оба знаете, о чем идет речь, и вы думаете об одной и той же вещи, это будет the. Приходите домой и говорите мужу. Я оставила свои ключи в машине. В какой машине? Если эка, то в чьей-то другой машине. Но так как мы говорим в эка, муж автоматически понимает в вашей общей машине. В используется точно так же перед существительными и единственного, и множественного числа. Вот здесь те случаи, когда нам необходимо ставить артикль the. Первое. Это когда соблюдается смысл слова тот. Вот мы об этом уже говорили. Артикль the произошел от этого слова. Если артикль a произошел от слова one, да, то есть give me a cup of tea, give me one cup of tea. Так было раньше, потом заменили на артикль a. То есть не говорят one, теперь говорят просто a. То же самое раньше было give me that cup of tea, that, that. И оно эволюционировало в the. Когда мы говорим об одном и том же предмете второй раз. То есть у меня есть кошка a cat. I have a cat. The cat is grey. Та же самая кошка, я говорю о ней же. Третье. Это когда предмет уникальный в своем роде. Вот здесь нужно будет немножко думать первое время, уникальный это предмет или нет. Но потом, когда смысл этого артикля уже осядет хорошо, вы будете делать это автоматом. Уникальный предмет. В квартире один пол. Поэтому мы будем говорить the floor. В обычной квартире, я не имею ввиду какой-нибудь там супер-мега-особняк в Малибу. Городской телефон. В нормальной жизни один. Answer the phone. Что еще одно? Потолок один. В комнате дверь одна. В большинстве комнат. Если у вас в квартире одна ванна, значит будет the bathroom. Что одно в мире? The sun. Наше солнышко. Одно в нашей солнечной системе. The sun. Наша луна тоже. Одна в the moon. Небо одно. The sky. Эйфелева башня одна. The Eiffel Tower. Большой театр. Один. The. Большой театр. Если на тарелке один бутерброд. The sandwich. Далее. Порядковые числительные. Числительные это цифры, да? Один, два, три. Порядковые числительные это когда рассчитайся по порядку. То есть первый, второй, третий, четвертый, десятый, двадцатый, сто пятидесятый. Со всеми порядками числительными мы будем говорить артикль the. Значит, the first. Первый. The second, второй. The third, третий. А потом поехала the fourth, the fifth. Превосходная степень. Что такое превосходная степень? Значит, у нас есть прилагатель, например, красивый. Сравнительная степень. То есть мы сравниваем две вещи и говорим, вот это красивее. А есть превосходная степень. Это когда две вещи, они обе красивые. Но самый красивый, это вот этот предмет. Так вот, самое-самое, оно уникальное. Потому что есть три яблока. Вот это самое кислое. То есть любой предмет, который самый-самый, он один. Не может быть два самых-самых. Целая нация. Когда мы имеем в виду не просто китайцев, допустим, да, а вообще всех китайцев. The Chinese. Когда мы будем говорить, что все итальянцы, будем говорить the Italians, the Russians, the Americans. Когда мы подразумеваем класс людей. То есть, например, sick это больной. Да? Ну, человек заболел. The sick это будут все больные. The students в университете говорят, есть учителя, есть студенты. The teachers и the students. Мы должны отвечать потребностям учителей как класса и студентов как класса. Когда мы имеем в виду семью как клан, мы пригласили семейство гринов, то есть the Greens. Ну, наверное, узнаете знаменитый мультик The Simpsons. Целое семейство, да, поэтому будет s на конце, и поэтому мы будем ставить артикль the. Те страны, в составе которых есть еще какие-то страны. А еще эти страны можно записать как аббревиатуру, да. Например, the Russian Federation. Советский Союз, the USSR. Великобритания, the UK, the USA. Большие отрезки времени, когда мы разделяем время прям на the past, прошлое, the present, настоящее, the future, the nearest future, ближайшее будущее, да. Географические названия. Северный полюс будет the North Pole, части света. Да, то есть у нас всего один север, один юг, один запад, то есть вот уникальный предмет. Всего один the West, запад. Пустыни, the Kobe, the Sahara Desert. Горные цепи, также географические названия, да. Альпы, Гималайи, все это будет the, the Alps. Реки, моря, океаны, каналы. Реки, реки, the Oka, the Baikal, the Pacific Ocean, не дописала тут Тихий океан. И канал, the English Channel, газеты, the Times, клички. Тут же, Christian, Christian the Lion, Christian the Lion. То есть, когда мы говорим просто про какого-то льва, это просто лев. Когда просто про какого-то Christian человека, это да. Но Christian the Lion, это уже как бы никнейм. Люся Ангел, Люси the Angel. Это самые популярные устойчивые выражения. Это не все, но то, что надо знать обязательно. Значит, когда мы говорим что-то следующее, да. Следующий вопрос, кто ответит на следующий вопрос? The next question, да. То же самое идет в the last. Next, следующий, last, последний. Выражение at the very door будет переводиться как у самой двери. То есть, он остановился у самой двери. The very, это самый. Просто very, это очень. At the only weekend. То же самое. The only, единственный. Ну, тут логика включается, да. Если что-то единственное, то оно единственное в своем роде, а это уникальный предмет, да. The same, одинаковый. Это просто надо запомнить. By the way, кстати. In the morning, in the evening, in the afternoon. Утром, в обед, вечером. Evening, это вечер. In the afternoon, днем. On the one hand, тоже устойчивое выражение. С одной стороны. Hand, это рука. Но будет переводиться на русский язык, это с одной стороны. И on the other hand, это с другой стороны. Право-лево. Справа будет on the right или on the left. Почему? Потому что право, оно одно, и лево тоже одно. The day before. Днем ранее. Ранее был только один день. Тоже уникальный предмет. И день после, это тоже только один день. А 22 февраля, день после, это 23, а не 26. Как сказать послезавтра? The day after tomorrow. То есть день после, завтра. То же самое позавчера. The day before yesterday. День до вчера. Само выражение the other, пожалуйста, звучит как, переводится как другой. Play the piano. Ну, играть на каком-то инструменте будет всегда the. То есть play the violin, the flute. Или это играть на пианино. Но, если мы будем говорить про спорт, например, играть в футбол, мы не будем говорить play the football. No. No, no. Говорить правду. Правда, она одна. Истина одна. Tell the truth. И интернет, слово. Интернет уникален в своем роде, да, он один на планете, поэтому будет the интернет. А люди так воодушевились, когда его создали, что аж назвали его... Я трогаю микрофон. Аж назвали его с большой буквы терпишь. Теперь рассмотрим случаи, когда мы вообще не ставим никакой артик. Иногда говорят, что мы ставим нулевой артикль. Zero article. Или вот так вот обозначается. Очень интересно. Это то же самое, что у меня в стакане нет молока. У меня в стакане нулевое молоко.